Москва, Нижний Новгород, Цыктывкар, Киров, Казань, Нижнекамск, Чебоксары. Такова география участников первого открытого всероссийского фестиваля конкурса «Лети высоко», который прошел в Ишкрале. Принимал гостей детский танцевальный ансамбль «Планета», но соревновались участники фестиваля не только в танцевальном искусстве, но и в театральном. Подробности в следующем сюжете. Для победы в конкурсе важна каждая деталь. Это не только техника исполнения, это и эмоции во время танца, и костюмы, и общая станцованность, и в целом посыл, который несет в себе номер. Танцевальный коллектив «Вегас Данс Фэмили» из Набережных Челнов привез на конкурс несколько номеров. Каждый – настоящее шоу, которое заряжает зрителей бешеной энергией. Мы коллектив «Вегас Данс Фэмили» из Набережных Челнов, и сегодня мы выступаем в Йошкарале с номером «Звездные войны». В нашем номере есть несколько персонажей, которые играют главные роли, получается, в самом фильме «Звездные войны». Когда мы готовились к танцу, мы пересматривали фильмы, чтобы уловить все характеры персонажей, их поведение, чтобы грамотно это передать на сцене. Забегая вперед, стоит сказать, что именно этот номер разделил гран-при конкурса вместе с нашим ежкаралинским ансамблем «Планета». Чтобы результат был максимально честным, каждый коллектив выступал под порядковым номером. Жюри не знали, откуда приехала команда и как она называется. Кстати, состав жюри поистине звездный. Это известные московские хореографы, члены Союза театральных деятелей России, лауреаты премии «Золотая маска». Конечно, всегда приезжают абсолютно разные коллективы. Ты смотришь на работу как и детей, так же и преподавателей. Поэтому кто-то видел уже одни номера на прошлых конкурсах. Приезжают такие, о, это стало лучше, это стало интереснее. Мы оцениваем, собственно, мы за многими коллективами, среди мы знаем и понимаем, когда они приезжают, какую работу они проделывают. И, конечно, в дальнейшем итоге мы об этом говорим и как-то поощряем и вниманием, и какими-то призами. Верно? Да, вот на самом деле «Планета» проводит замечательные конкурсы. Вот я уже на второй конкурсе жюри, уровень очень высоко. Очень высоко. И я думаю, что тут приезжают другие коллективы, они могут для себя много что набрать и развивать свое творчество, и друг друга обогащать творчеством. На самом деле, очень рад, что я знаком с таким замечательным коллективом «Планета». И мы тоже сотрудничаем с творчеством. Люблю, планету обожаю. Да, и очень здорово, что организаторы не ограничивают нас, например, в первых местах. Вот, от этого мы с огромным удовольствием, то есть мы не делим там на пять коллективов, да, одно первое место. То есть нам разрешают, вот сколько мы чувствуем, сколько коллективов набирают от оценок на первое место, вот столько мы их и даем. Это очень круто и, ну, я не знаю, похожего такого конкурса, где настолько щедрый организатор. Имя ансамбля «Планета» давно гремит на конкурсах по всей стране и за рубежом. А танцевальные постановки руководителя коллектива Анны Фоминых исполняют ребята по всей России. У нее свой подход к преподаванию хореографии. Главное, считает педагог, это даже не танцы, а воспитание человека. А своими знаниями она действительно готова делиться со всеми. Самое главное, что наши дети получают на конкурсе, помимо высокой оценки жюри, это, конечно же, бонусы в виде мастер-классов, это бонусы в виде участия в наших проектах, сборах, танцевальной кухне. Ну и, конечно же, много подарков, которые просто детям приятны. Наша задача создать конкурс, который будет для педагогов не только неким направлением и вектором движения, но и праздником для родителей, детей, потому что творчество в наше время – это не только искусство, но и средство снять стресс и напряжение. Этот фестиваль – первая проба пера, но он уже собрал 35 коллективов из 12 регионов страны. Фестиваль многожанровый, здесь и танцевальные постановки, и театр мод, и спектакли. Всего на конкурс было заявлено больше сотни номеров. Возможно, за год пандемии все соскучились по живому общению и обмену опытом. В любом случае, организаторы планируют сделать конкурс постоянным и расширить его специализацию. Да и в самом ансамбле «Планета» грядут перемены. В планах – расширить коллектив, создав на базе ансамбля детский центр и музыкальный театр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова